Доброе утро! Я решила проснуться и поехать быстро в Волморт с 7 утра. Только я смотрю, боже, проснулась в 6.30. Не тут-то было. О, я забыла свой телефон заряжать по дороге. В общем, оказывается, у нас время перевели. Я совсем забыла об этой функции. И вот на часах уже 7.55 оказывается. Надо эти машины перевезти. Потому что машины 6.50. И, в общем, еду. А солнце мне вот так вот прямо в глаза светит. Большую часть дороги. Это капец. Хорошо, что здесь вот очки есть у Саши. Я хотела и более удобно. Потому что, вообще, на дороге было и как-то он большой этот шар. И просто вот ослепляет. До какой-то степени яркое солнце. Включаю машину. Пойду, куплю. Там кое-что продукты. Так что, вот такие вот дела. Сейчас буду выходить. Тут пустота на стоянке. Покажу сейчас. Вот такая пустота. У меня такое впечатление, что я на море. Потому что чайки летают, горганят. Озеро у нас тут где-то километров, наверное, 20. А, он кидает еду. И они вот летают. Видите, они вообще такие наглючие. Они теперь летают вообще там вот кругом на машине. И густи. Мелкие палки. И густи тут как тут. Вот это зоопарк. И когда мы ездили на озеро летом, то вообще они такие наглючие. Вот эти чайки тоже орут без конца. Столько их много. Озеро так далековато. Ой, голода я вижу. Смотрите, сидят. Повысаживались на провода. А, тут уехала эти же. И гуси, и чайки. И вон солнце какое. Яркое-яркое. Такой огненный шар. Сейчас камеру одну смотреть. Чтобы темно вокруг, да, один этот шарик. Я помню, как мы затмение хотели на эту камеру насмотреть. Оказывается, все неправильно делали. Мы пропустили затмение. Ну, пойдемте. Я хочу погонять гусей. Тетка такая. Я хочу погонять гусей. Вообще, крика. Где море? Где море? У меня такое яркое небо, да, кстати. Ни одной тучки. Только заметила. Ни одной тучки. Ой, может, мы вообще, мы так вообще ступили. Ой, мы вчера обнаружили, что мы не записали ребенка в летний лагерь. Это самый вариант дешевый, близкий к дому. Шестого числа была запись, а вчера десятое. Ну и все. Вейт-лист. Не знаю. Это два месяца. На понедельник оплачивается лагерь. Вот голубей ключ, а вот гуси. Друзья, товарищи. Вот они. Сейчас я вас подгонять. Ого. Так, в общем, получается. Это надо восемь недель было бы оплатить ребенку лагерь. А мы смотрим. Там уже все. Мест нет. Вейт-лист. Вероятность небольшая. Есть, конечно. Но это как? Повезет, не повезет. Да они все с проводов. Сюда послета. Ладно, пошла я в Волмарт. Вон, человек сколько целый. Это самая стоянка пустая. Волмарт семи минут. Уже время перевели. Мы давай искать. Этот лагерь, по-моему, шестьдесят долларов в неделю. Это вариант вообще супер, по-моему, дешевый. Или семьдесят. Вот не буду врать, но где-то в районе такого, да. В общем, там где по сто... чем-то, типа по сто двадцать за неделю. Ой, там где свободные места есть, то там где-то по сто двадцать за неделю. Но еще очень близко, то есть есть по дороге там удобно, но он триста пятьдесят в неделю. Это без вот этого времени. Лагерь с девяти до шестнадцати ноль ноль. И вот этот вот еще час надо оплачивать с восьми до девяти и с шестнадцати до семнадцати. Потому что там не успевать. Ну, время надо устраивать. И это... И вечером, и вообще, вот эта засада. Ну, такая сумма триста пятьдесят – это просто лагерь. Если бы там у него там какие-то были курсы высшей математики сразу, что его там наблотыкают за эти два месяца, то одно. А так просто платить за времяпровождение, явно, наверное, питания никакого там не будет. Потому что у них людей разных национальностей. Их кто-то ест, нас, а кто-то нет. Их кто-то одно что-то ест, кто-то... Ну, в общем, там куча забавонов. Так что у нас такой папандос, и мы теперь вообще в шоке. Что делать с два месяца? Так. Ладно, я хотела... Опять мне потянула эти конфеты. Кому что? Я хотела купить тут на недельку. По утрам делать с собою в школу на работу. И я иду в лаке. Меня чего кто-то несет? Кто меня сюда несет? Так. Что здесь есть интересного? Может, такой купить? Синий, наверное. Что-то мне синий хочется. Именно у меня есть синий. Помнишь, есть синий. Чуча. Ладно, ничего не буду покупать. Что-то уже лак и неподъемная сумка. А мне все хочется разных лаков и все. Так, а тут какой? Какой типа мятный. Что-то прикольное. Хочу вот этот, этот. Но он же 13,97. Тоже это ж не по доллару. Какие косметюлечки. 16,97. У меня уже самый шампунь на подходе. Надо будет скоро покупать. Но Хаданжонтенс я не хочу. Мне даже, что-то у меня здесь. У него волосы ужасные. В общем, у нас вот стоит 7,98. 2 марта. Сейчас на скидке шампунь 700 миллилитров. Вот такая большая. Сколько там за океаном стоит? Интересно, сколько у вас. Это просто Хаданжон. У нас такой самый известный. Я сейчас пользуюсь вот этим вот шампунем. Лореаль. Шампунь. Кондиционер закончился что-то быстрее. Мне нравится. Вот эта маска, ее надо до мытья волос наносить. Она глиняная. Ну, чуть-чуть когда проблематично. Если странно быть в голову, то вот этим еще занимался. Вот такой вот. Вот у нас 395, 385 миллилитров. 4,97. Хочу вот этот вот, но на него сейчас скидок нету. Собственно, я приехала, потому что мы начали... Саша начал искать вот эти, по-моему, Криспи. Говорит, мы же покупали, давай сделаем. Мы уже съели. Я ему сделала сухой бутерброды. Это 6,97. За 840. Вроде бы вот это. Коробочка. 6,97. Ну, а тема вот, делали бутерброд. Больше вроде бы как нету. Ого. Сандарахло. Дальше пиццы. Оно. Оно. И на сколько мне хватит им делать. Сколько здесь штучек. 20 минут. Одиннадцать грамм протеина. Аж штукскую. Не очень много. Ладно, я не могу найти, чтобы открывать коробку. Оно может длиться, если мы, наверное, на всякий случай. Потому что среди недели из них не закончилось. В общем, взяла я две вот этих вот. Одна, бутербродовая. Одна вот такая вот что-то было. С собой. Вороженое здесь вот это агендац. Подорожал. Оно было дешевле в Омарте. Не 6 долларов. Цены подняли. что здесь собственно за этим доехал лаковые себе немножко стоим и сейчас будут народ по просыпается и быстро будет чесать перчаточка рукавичка для кухни 9 долларов как-то так типа 9 долларов в доллар а когда вы так вот все поплюсуешь поплюсуешь то выходит ого-го ой какая красота подушка такая на сиденье такие цвета очень хорошим красивым вообще так оригинальный ну как по мне мне очень нравится подушечка такая что я не знаю какая цена 12 по моему 98 смотрите что я нашла на скидку вот это кинули это что 10 долларов было опять час 10 было типа двенадцать девяносто семь потом 10 что не дурит прям таки типа 1297 в общем ну за 5 долларов мне хочется от этого штуку купить чтобы с сашей поиграть у него какое-то там есть лаборатория вообще нет на я возьму куплю не такие тут и польши еще на все это дело скидки на ерунду какую-то вот это не ерунда и сейчас посмотрим даже не написано это может она просто стоит вот нерв 26 долларов а был типа 37 не может быть чтоб он был 37 слишком дорого мы за 22 больших нервы брали пистолет ну или вот куклы например вот что это значит за скидка 40 до с было 44 где 45 стала 40 что за скидка на лего тоже 1286 этот набор никакая не скидка это его цена или вот сейчас скидка типа на вот такой майнкрафт 60 предлагает а был типа 99 ну да это правда то есть я помню это но я помню что они в прошлом году когда на скидку выставляли этот 50 стоит так что недосчитали что там скидки вообще такие золочные были то их нет трансформеры то саша хочет трансформеров на нитки дорогущий что-то там покупали ладно музыка играет наверно запретят на ютубе это игра риск вообще ехали покупали далеко купил вот риск этот 39 39 а за сколько мы купили я не помню кто змею чик 20 долларов это игру интересно вот такая игра мы взяли там тоже муж на с работы одолжил пока что она тут открыта я наверно открыли возвернули что ли это не должна быть так да вон все пакетики раскрыты она должна быть в кулечке наверно вот в таком вот все очень красиво какие-то нормальных скидок все пойду на выход 10 долларов 10 долларов такая маленькая сковородочка яичницами пожарю так сковородки 20 долларов 20 30 поменьше 9 ну вот 10 какая то вот у меня чек получился на 30 долларов 80 центов при этом налог 65 центов всего лишь и это на эту игру которая за 5 долларов что купилась на скидке они ее сначала пробили как 10 потом отменили потом пробили как 5 в общем купила вот эти вот три технику хайгинса хлеб 227 что ли наверно да и печеньки то есть всего 6 товаров вот сумочки печеньки вот эта игра хлеб и три вот тех вот мясных солнце как светит но мне сейчас не в ту сторону мне в другую это сейчас только волберт открытый чуть машины подъезжают но очень слабо поеду еще в магазин дорогой другой что-то куплю надо тоже посмотреть поеду еще так вот эта игра такая вот эти вот за доллар девяносто семь наверное пейт вот это какой не знаю и вот это вот хлеб такой для бутерброда вот этими вот штучками еще поехала дальше вот я сейчас на светофоре стою мы проезжаем мимо Young Shepherd поезд я держу путь в русский магазин семечки рыба ну так ну все я тут сейчас есть уже выключаю небо чистое опять приехала в яме хочу купить сосиски ну и сальдельки совсем чуть-чуть на два раза поездить наверное штучки четыре семечки и квас рыбу в общем вот так это только 9 утра он только открылся даже подъехал он еще был закрыт все пойду снимать там наверное нельзя посмотрим в общем заказал Саша семечек я там уже набрала ну в общем смотрите цена 400 грамм 5 долларов да как бы дороговато эти зенечки стоят а вот тут какие-то 400 грамм 4 долларов так еще беру ромашку чуть-чуть Саша захотела типа ничего там не конкает а может быть вот этих ну Саша штучки три нет две хватит обомнемся ну тут такие ассортименты походу есть все всякие конфеты о есть даже Аленка у нас таких я не видела украина это наверное по-русски вот эти я уже себе баночку огурцов набрала не знаю у меня какая-то огурцовая зависимость так берем капусту и берем вот такое нам понравилось горячего копчения так 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 горячего копчения а вот тут еще какое-то рыно интересное не знаю чем пахнет собственно но вообще я подошел к этим огурцам и думала что я сейчас съем их вообще сразу завезли еще квас по три доллара вот такой вот полтора и два литра возьму вот этот по-моему Саша тогда нравился мне конечно такое не нравится но вот этот вот был вкусный всего что мы здесь пробовали вот этот вот самый вкусный вообще мне нравится львовский забыла как называется компания это о я не могу понять а это безалкогольная потому что я же думаю что в обычных магазинах нельзя продавать пиво в общем шесть пива такое вот так безалкогольное шесть баночек по 330 миллилитров 12 долларов балтика какое-то ну любое пись пол литра два доллара баночка что это за вода какая-то в стекляшке вышло за воду 229 так 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 о наверное очень вкусный этот лимонад что я помню так с детства дюршес вот этот вот наверное вкусный тархун мне не нравится народ пьет ему нравится мне не нравится так ну вот боржоны доллар сорок девять такая стекляшечка доллар сорок девять класс массовая доллар шестьдесят девять так вышла с этого яме маркета в общем чек у меня получился на восемьдесят четыре тридцать девять покупки это вот четыре класса три таких точно вкусные вот видите один такой не знаю хлеб за 3.99 белорусом горячий еще еще просто такое захотелось попробовать я уже давно без алкоголя не пила пива раздеребаним на двоих баночку два доллара потом капуста это капуста я хочу стушить обошлась 5.21 это 2.99 за килограмм там почти 2 килограмма и вот это 5.21 капуста вот такая вот хочется тушеной капусты с томатной томатной пастой там не знаю так что еще семечек мне нраво надеюсь я просто в следующие выходные не буду сюда ехать конфет таких вот мусорти потом капусту квашеную 4 сосиски потом эту морскую капусту помидоры последних 3 штуки забрал наверное очень вкусные и двое огурцов конечно же так уже что валяем по полу и рыбу копченую селедку не брала потому что еще у нас там есть она уже поднадоела я надеюсь нам тоже скоро надо ездить сюда все набрали разных я их не люблю это Саша любит узкоть блинки узкоть вот так вот такие две сумочки не небольшие но зато вот 84.32 так я поеду у нас рано утро солнышко светит но уже начали появляться пышки спасибо что со мной прогулялись утречком что никуда так не ездим потому что не знаю выходные хочется выспаться отдохнуть а не куда-то ехать но еще не теплая погода для того чтобы на улице глядь ладно буду ставить это все в багаж о елке какой класс этот тяжелый поблудеть и там капуста еще и надо ехать домой все поехал всем пока спасибо хорошего настроения до скорых встреч